Друзья, привет! Сегодня лайтовый видеоролик, впрочем, как и мои последние ролики на канале. И я хочу вам рассказать о такой прекрасной консоли, как Xbox One. Смотрите, если у вас есть ПК, но он у вас слабенький, но вы не хотите вкладываться никуда, вы берете консоль за 12 тысяч и кайфуете. В принципе, на этом можно уже заканчивать видеоролик, но я продолжу. Поэтому погнали! Дело в том, что я купил буквально месяц назад, либо полмесяца назад, консоль Xbox One. Не One S, не какая-то One X, а обычная One. Когда я присматривал данную консоль, думал, что, блин, она все-таки, наверное, какая-то слишком слабая, может быть взять PlayStation 4, может быть PlayStation 3, хотя PlayStation 3 это совсем уже дыно, грубо говоря. Нет, может и не бомбить, в плане того, что очень старая. И как бы графика будет соответствующая, Xbox One куда не шло. Ну, впрочем, это именно на уровне PlayStation 4. Вот, прикол, PlayStation 4 какого-то фига всегда дороже. PlayStation всегда ценится в народе, то есть, ха, у тебя PlayStation, ха, у тебя Xbox, ладно, ясно. Грубо говоря, в 15-м, 14-м, 16-м году я также размышлял, когда у меня было PlayStation 3 с 13-го по 15-й год, по-моему, точно не могу сказать. И я думал, что Xbox как бы фигня, ну, потому что у меня был просто PlayStation 3, обычная слимка. И, блин, это, конечно, было кайфово. Хотя я играл на обычном квадратном телевизоре, ну, он был большой, но он был квадратный, то есть, нам никакого, грубо говоря, Full HD не было. И это было, ну, как бы такое. И поэтому, за графикой, как бы, ну, мне было нормально. По крайней мере, играть можно было. И вот тут-то, смотрите, когда у вас в мозгах, когда вы своим взором еще не видели нормальную графику, грубо говоря, то спокойно можно брать вот такие консоли, типа, вот такого поколения. То есть, Xbox One 14-го года, камон, уже 10 лет, или сколько, 8, 9, неважно. И она реально хорошая. Пятая фарза идет. Я вообще в шоке. Я когда открыл, и еще, фишка, сразу фишка, без всяких затягивок. Если, в общем, если консоль тянет все, 30 кадров в секунду. Ну, все, вообще не важно, что это. Но если вы подключите к телевизору свежему, грубо говоря, ну, от... От 19-го, 18-го года и выше плюс-минус. Там есть функция увеличения кадров. То есть, программно обрабатывает картинку телевизор. И из 30-ти вы получаете 60. И вот тут-то уже, ого-го, это реально есть. Я сижу, смотрю. Также картинку я буду записывать вот этого своего телевизора. Буду записывать именно тоже в 60 кадров. Ну, чтобы рассинхронно никого не было. То есть, камера записывает в 60 кадров. И картинка на телевизоре тоже в 60 кадров. И вы видите эту плавность. Ну, реально плавно, классно. Сразу скажу. Допустим, форза 5 в городе, допустим, могут быть просадки. Это точно. Потому что какая-то большая нагрузка. Но прикол в том, что если вы хотите просто сесть и поиграть, у вас это получится сделать. Минусы, долгие загрузки между сессиями, между поиском вышибала, грубо говоря. Либо после гона каких-либо. Да, это все долго. Почему? Потому что жесткий диск просто не справляется. Можно заменить. Не спорю. Но этот жесткий диск будет стоить так же, как эта консоль. Плюс-минус 12 тысяч рублей. Я купил за 12 ее. И как бы еще консоль. Ой, еще жесткий диск покупать за 12. Но это такое. Даже за те же 6-8 тысяч. Это бред. Взял свою версию One на 500 гигабайтов. Никакого терабайта. Самая обычная. Сюда устанавливается. Меня здесь узнает. Пятая фарза, четвертая фарза, Майнкрафт. Это все по подписке Game Pass. Миллионы игр. Ну, как, 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 как. Все говорят так. Но я для себя отметил парочку реально годных игр. Да, это фарза пятая, фарза четвертая. Это Майнкрафт. Потому что, ну, реально нормальная. Джава-версия. Стоп. Бедрак. Бедрак-версия. То есть, она именно такая же, как на мобилках. Ну, это кайфово, типа, реально. Вы можете спокойно по сети играть. То есть, вы на телефончике подключились. В общем, все объясняю. Это, как бы, всегда, я думаю, вы знаете. Плюсом сейчас вышла трилогия. Ммм, это не трилогия. Это, а, GTA San Andreas Definity Edition. Вы, вы ничего за нее не отдадите, если у вас есть подписка Game Pass. Две с половиной тысячи рублей на три месяца. И у вас есть пятая фарза, которая стоит 5к по отдельности. У вас есть Definity Edition, GTA San Andreas. Там еще и GTA 3, я думаю, скоро подкатит. Ну, в этот Game Pass подписку. И, конечно, через некоторое время эти игры исчезают. Как я думал, что они будут постоянно, но нет. Они исчезают. Свежие игры, там, месяцок держится. Может быть, как-то там они, короче, убирают. Было пару игр, которые прям глаз нацелил. Хочу скачать, нажимаю. А она уже все. Ну, это, как бы, нюансы. Когда-то и GTA 5 была, но уже, как бы, нет. Уже прошел срок. Отдельно за три тысячи покупать в магазине, конечно, такое. Можно был рынок, был рынок. Всегда у вас под рукой. Взяли, купили и все в этом роде. По поводу графона, сейчас начнете говорить. Да, согласен. Есть мыльцо. Да, да, да. Не спорю. Те люди, которые... У которых есть ноутбуки, компьютеры с видюхами 3080, 3060, 2060 Ti, у которых пекарни в среднем 100 тысяч, 150. Они не будут смотреть и даже смотреть этот ролик. Этот ролик откроют те люди, у которых, ну, бюджет, кажется, снима. И либо просто войти в эту экосистему Microsoft. То есть, Xbox, телефоны. Боже, вспомнил телефоны. Microsoft, это, конечно, тут еще кримиш был. Даже записывал, вернее, ролик. Это было ужасно. Лагал. Ну, наверное, потому что бушный был. Немного отошел от темы. Давайте сейчас немного поговорим именно по самой консоли. Джойстик. Мне он попался в комплекте с этим Xbox. Убогий. Он был убитый в говно. Хотя мне говорил именно продавец, что... Так, играли немного. Ну, джойстик там убитый в хлам. То есть, кнопки жестко нажимаются. Стики были стерты. Грубо говоря, это как исходный материал. То есть, с ним точно не играли там пару часиков. А долбили прям хорошо. И ничего, консоль работает. Неважно. Джойстик у меня был с нового года. Купил за 2000 рублей или за 2500. От Xbox One X. Ой, One S. Короче, где-то с этой серии. То есть, он свеженький. Я сейчас тоже показываю. Он нормальный. Вот. Иди в идеальном состоянии. Я сэкономил даже. Так вот. И дальше он спокойно сконнектился с этой моделью. Понятно. Так же. Просто скажу, что если у вас есть джойстик от Xbox One, он спокойно сконнектится с новыми моделями. Там, One X и так далее. То есть, это все будет работать. Экосистема а-ля круто. Ну, хотя даже можно PlayStation 4. Это к слову. Режим энергоспережения перешел. Че-то перешел. Оба. Так, ладно. Подчеркиваю. Если у вас телевизор в ценовой категории плюс-минус 38-45 тысяч и выше, все у вас будет зашибись. И модель Samsung. Это есть только в моделях Samsung. Ну, естественно, модель телевизора не 10-го года, а плюс-минус 19-го, 20-го, 21-го. Если у вас старенький какой-нибудь бабушкин телевизор, и вы такие, а может я возьму Xbox, а может я это, ну, нормально будет. Ну, так, чисто. Тоже можно. Тоже можно. Вы, я думаю, не будете знать горя, потому что вам будет этого достаточно. Но если вы хотите 60 кадров, и чтобы ваши глаза не уставали от этой ребистой картинки в 30 кадров в секунду, то не надо брать эту консоль. Чудом я узнал об этой функции преобразования с 30 в 60, и это кайфово. Плюс он цветопередача у телевизора. Вот это вот все вместе, оно в совокупности дает реально годную картинку. И вот это мыльцо, какой-то просадок, оно заглаживает преобразование в 60 кадров. Даже в Xbox Series S, в районе 30 тысяч это стоит, вот эта новая, которая год назад вышла, там есть режим производительности в Forza Horizon 5. Он что делает? Урезает графику и добавляет частоту кадров. А тут, считаю, ну, то же самое. То есть, такой нет функции нового, ну, пожалуйста, преобразование в 60 кадров. Класс радуется как не себя. Просадки есть? Сразу говорю. Да, как я говорил, в городе, либо просто катаешься, катаешься, оп, что-то упало, оп, в каких-нибудь играх вот таких вот, вот таких вот, что-то там это самое, подлаги. Какой слабый ПК? Нет, какой ПК можно взять? За 30 тысяч рублей, чтобы на нем Forza работала примерно так же, как на этом Xbox. Я заходил на YouTube, смотрел, как идет Forza Horizon 5 на минимальном ПК, ну, типа там, с минимальными настройками. Это какая-то 2D текстурка, ну, ладно, 3D текстурка, которая едет просто по какой-то пересеченной местности. Это так ужасно выглядит, это даже неиграбельно. Ну, и как бы Xbox за 12 тысяч, за 10, пожалуйста, у вас даже и тени с прорисовками вблизи, у вас 50-60 кадров с преобразованием от телевизора. Если говорить по поводу именно консоли, годная тема, хорошая графика. Не знаю. Дальше распыляться и что-то говорить по поводу того, что, ну, плохо, не хочу и нет смысла. Если человек просто хочет купить, чтобы немного поиграть, а вдруг надоест, вдруг это самое, берите ее, вообще не парьте. Если вы школьник, вам за глаза этой консоли хватит, буквально, ну, точнее, не буквально, вперед еще на году 2-3. Это точно. И, впрочем, я думаю, вы поняли мою мысль, что в 2021 году ее можно брать спокойно. Да. И под это уже. Даже если у вас обычный бабушкин телевизор. Если у вас обычный бабушкин телевизор, возможно, вы даже и не видели более нормальной графики, поэтому в этой консоли вам просто за глаза будет. Ну, еще раз повторюсь. GTA 5, когда вышел? В 14-13? В 13-м году. Ну, и все. Ну, и графон будет соответствующий. То, что люди видели в 13-м году, в 14-м. Это нормально. Короче, проблем не вижу. Геймплей вы сейчас в процессе видеоролика видели. Как я все кручу, верчу. И думаю, на этом уже все. Можно подводить итоги. 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 Всем пока. Ну, все. Сколько я наговорил? Охренеть.